Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Каждый пятый пешеходный переход в Кирове недостаточно освещен, а света в темное время суток там должно быть больше, чем на остальной проезжей части, говорят в госавтоинспекции Самые мрачные переходы выявлены на улицах Дзержинского, Щерса, Шинников, Чернышевского, Лепси и других Разумеется, лезть на опоры и менять или устанавливать новые светильники – забота не автоинспекторов Этим должна заниматься городская администрация, а проконтролирует ситуацию прокуратура Трасса 101 Более половины российских автомобилистов стараются экономить горючее Опрос провело Национальное агентство финансовых исследований Самый распространенный способ сберечь топливо – движение без резких разгонов и торможений Далее идут выключения кондиционера и пешие прогулки вместо того, чтобы сесть за руль Экономия в первую очередь характерна для владельцев машин с не очень мощными двигателями, а также людей старше 55 лет Трасса 101 Шкода начала принимать заказы на новое четвертое поколение «Октавия» Машина стоит минимум 1 миллион 338 тысяч рублей, что на 200 тысяч больше начального ценника третьего поколения В линейке моторов три бензиновых агрегата Объемом 1,6 мощностью 110 лошадей Объемом 1,4 мощностью 150 лошадиных сил И объемом 2 литра с отдачей 190 сил Трансмиссия в двух первых случаях – механика либо автомат В третьем – семиступенчатый робот В начальной версии предусмотрены светодиодные дневные ходовые огни, 16-дюймовые диски, система бесключевого запуска двигателя и так далее Трасса 101 В России существенно вырос спрос на поддержанные легковушки, выпущенные не более пяти лет назад В список наиболее востребованных моделей, по данным сервиса Авито, попали Лада Гранта, Тойота Камри, Киа Рио, Хион де Солярис и Лада Приора Соответственно, цены на них тоже выросли Больше всего подорожали машины возрастом до одного года, в среднем почти на 15% Трасса 101 А Volkswagen собирается продавать в нашей стране семиместный минивэн Vilaran Длина машины, которая была представлена осенью прошлого года, достигает 5 метров 30 сантиметров, ширина 2 метра В Китае авто оснащается бензиновыми турбомоторами мощностью 186 либо 220 лошадиных сил В списке оборудования – панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, трехзонный климат-контроль и так далее На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова